Привет всем из Токио! Сегодня мы с вами отправимся на закрытую продажу люксовых товаров. Посмотрим новые коллекции, обувь, одежда, сумочки от всемирно известных брендов, золото, бриллианты, ювелирные украшения. Люксовые распаковки сегодня от Chanel. Показываю, что купила, новую сумочку. Посмотрим вместе с вами японскую люксовую косметику от Kledupo. Конечно, все попробую, расскажу свои впечатления. Приятного вам просмотра! Ну, а я уже распаковываю пакетик черного цвета без надписей, а пакет Chanel убрали вовнутрь. Сегодня солнышко, приятная погода, вчера шел дождь, поэтому бумажный пакет был упакован еще в целлофан. Камелии знаменитые от Chanel. Итак, давайте распаковывать, смотреть, что там. Вместе с вами пошуршим, покажу вам новую сумочку из весенней коллекции. Все металлические детали, цепочки обернуты шуршащей бумагой. Вот такую сумочку я в этот раз выбрала. Она из сезонной коллекции, весенней. Необычная модель. Консультант сказал, что называется камера-бак. И бренд Chanel выпускает их достаточно редко. Насколько я знаю, пару лет назад была модель тоже камера-бак, но она, конечно, отличалась. Это сезонная модель. Новая, 2023 год, весна. У меня уже достаточно большая коллекция сумочек Chanel. Часто я выбираю классические модели. Последнее время очень редко покупаю сезонные. Но вот такая сумочка мне очень понравилась на каждый день. Она более спортивная, более casual. Я думаю, удобно будет, конечно, их путешествия. Хотя в последние годы путешествий было так мало. Но, в общем, друзья, выбрала вот такую вот сумочку. Она очень удобная, повседневная. Два кармана спереди. И обратила внимание, что молнии разного цвета. Молния серебряная, например. А вот такие вот детали, видите, на одной цепочке золотые, на другой серебряные. Смешанный цвет металла. И также плечевой ремень кожаный, что тоже очень сильно отличает эту сумочку от других моделей, которые есть у меня в моей коллекции. Надо будет как-нибудь снять видео, показать вам все сумочки, которые у меня есть от Chanel. За многие годы я продала буквально две или три сумки от Chanel. Остальные все со мной, даже очень старые, которым уже даже по 20 лет. Кожаный ремень с логотипом Chanel и небольшая цепочка, только сбоку. Здесь еще защитная пленка на логотипах. Я даже не сразу ее заметила. Часто снимают в бутике кнопки. Но, честно говоря, я не знаю, зачем они здесь, потому что удлинить ремень нельзя в этой модели. Chanel написано тоже и серебряным, и золотым цветом. Цепочки, в которых продернут ремешок, тоже с градиентом, и с серебряного в золотой. На молнии и внутри очень удобно сделано. Два кармана и большое отделение, и плюс дополнительно еще два кармана снаружи для разных мелочей. Вот такая симпатичная новая сумочка у меня появилась. Продавалась она только в черном цвете. А сейчас, друзья, мы с вами посмотрим косметику. Японский люксовый, очень известный бренд, называется Kledupo. Это одна из самых дорогих линеек, вернее, даже, знаете, не линеек, а брендов от Shiseido. Корнеры всегда отдельно у них, и по качеству конечно, тоже Shiseido и Kledupo, можно сказать, ничего между собой общего не имеют. И в Kledupo самая дорогая линейка по уходу за кожей называется Вотоксиноактив. Эта линейка не косметика, а считается лекарственными средствами. Итак, смотрим покупки. Это маски для области глаз в золотой упаковке. Всего входит 6 масок, и написано по 15 миллилитров эссенции. Они пропитаны. Это тканевые маски. У них интересная форма, на экране оставлю картинку. Сделаны не как маленькие патчи, а для верхней части лица. Для антивозрастного ухода морщины вокруг глаз, чувство усталости в этой зоне, сухости и тусклый цвет помогают восстановить, освежить кожу в области глаз. Прикладывать нужно аккуратно к колбу в области щек, под глазами и оставлять на 10 минут, после чего вбить оставшуюся эссенцию в кожу мягкими линейке Кле Дупо купила уход для лица лосьон Синактив. Купила я его не просто так. Перед этим я попробовала уже средства в пробниках Синактив 125 миллилитров, конечно, производства Японии. И мне очень понравилась вся эта линейка, но особенно лосьон. Крем, конечно, очень дорогой в этой линейке. Ну, знаете, в каждом таком известном дорогом бренде есть один крем какой-нибудь больше тысячи долларов, которые стоят. И здесь тоже так. Ну, он очень, конечно, хороший, улучшает состояние кожи. Я тоже его попробовала. Но пока купила только лосьон, потому что у меня закончились от других брендов. И он меня действительно впечатлил своей текстурой и своим действием. Вот эта уходовая линейка от Синактив приравнена к лекарственным средствам. То есть это даже не косметика, а лекарство, которое точно, гарантированно поможет улучшить состояние кожи. Конечно, здесь увлажнение и оно сохраняется в течение всего дня. Очень хорошо улучшает цвет лица, текстуру кожи. И самое главное, что я почувствовала в этой косметике, вернее, в этих лекарственных средствах, то что они помогают избавиться от отечности лица. Конечно, и аромат, и флакон, и текстура просто божественные. Флакон с помпой. Это очень удобно. Используют лосьон с утра и вечером. Мне дали пробники из этой же линейки Синактив. Всех средств. Крем для лица. Вот это вот для области глаз. Кстати, да, вот этот тоже был очень хороший для области глаз. Крем. Он не очень жирный, но питательный и гладкой делает кожу. Вот это вот самый дорогой крем ночной. Но тоже, конечно, кожа после него сияет. Выглядит очень свежий. Еще есть дневная и ночная эмульсия в этой линейке. Я сейчас использую лосьон. Можно использовать ватный диск. Мягкий, натуральный, японский. Но я наношу руками. Мне так больше нравится, и это сильно экономит. Средства очень приятные. И аромат, и текстура после умывания увлажняет, освежает кожу, омолаживает, делает ее более упругой. Сейчас показываю вам текстуру. Крем для области глаз. Она очень нежная, гладкая. В описании написано, что это усовершенствованная формула. Обеспечивает быстрое и глубокое впитывание. В составе есть ретинол и специальный комплекс, содержащий высокую концентрацию для улучшения состояния кожи. Антивозрастной уход. Также я нанесла легкую дневную эмульсию с защитой от солнца SPF 30. А сейчас мы с вами дальше распаковываем пакетик. Посмотрим, что здесь. Это бальзам для губ. Очень популярный. Его невозможно было купить, когда он только вышел. Но это было уже, наверное, года два назад. Сейчас он свободно в продаже. Но это один из самых популярных продуктов в этом бренде. Кле-Дупо. Решила я все-таки посмотреть, попробовать, почему он такой популярный. Флакон сделан, похоже, как будто из металла нежно-розового цвета. Есть выбор оттенков сейчас. Четыре цвета. Я выбрала 0.1. Потом с вами попробуем. А это карандаш для глаз. Можно купить отдельно. Рефил и сам корпус для карандаша. Очень качественно, хорошо сделан с другой стороны. Для мягкой растушевки специальный резиновый спонж. И вот таким образом вставляется рефил. И грифель выдвигается. Я выбрала коричневый оттенок номер 202. Еще есть черный и, по-моему, темно-синий. Этот карандаш не водостойкий. Я всегда пользуюсь водостойкими карандашами. Но сейчас, знаете, так сложно найти обычный карандаш. Такой, который хорошо бы растушевывался, чтобы он был мягкий. В основном сейчас в продаже больше водостойких карандашей. Те, которые застывают через несколько секунд и уже не сдвигаются никуда. Мне хотелось вот именно такой, чтобы можно было растушевать его в мягкую-мягкую дымку. А это карандаш для губ. Давайте посмотрим отличия кейсов. Видите, здесь кисточка с одной стороны, а с другой стороны тоже такой же рефил, только это цвет для губ. Лип-лайнер на нем написано. Также тушь для ресниц, вы знаете, у меня самая любимая. Я сейчас в этот раз не покупала, потому что она очень экономичная. И ей можно пользоваться, ну, минимум 4 месяца. Иногда ей полгода. Она, конечно, подсыхает, но подсыхает как-то хорошо. То есть она все равно не склеивает ресницы, не липкая. Она делает их очень пушистыми, придает объем, подкручивает. Она водостойкая, не течет, не отпечатывается. У меня в коричневом оттенке. Также такая есть в черном. Тушь водостойкая. Удалить ее можно маслом гидрофильным или двухфазным средством для снятия макияжа с глаз. Сейчас я наношу тональную основу, тоже свою самую любимую, от марки Японская Сукку. Это кремовая тональная основа с уходовыми компонентами. Делает идеальной красивой кожу и держится много часов. Выглядит намного лучше даже через несколько часов, чем после нанесения. И нанесу пудру. Давайте сегодня использовать вот эту красоту с ангелами Milano Collection. Лимитированные пудры для лица. 2022 год была вот такая большая пудреница, а 23 низкая пудреница, которую можно носить с собой. Давайте покажу, как можно использовать такую пудру. Пуховкой набираете. Хорошо нужно растереть, вбить пудру как бы в пуховку и потом такими прессующими, вбивающими движениями аккуратно нанести на лицо. Тогда пудра абсолютно не видна на коже. Такие пудры тоже с увлажняющими компонентами, хорошо матируют и одновременно подсвечивают кожу, делая ее более гладкой, невидимыми поры. Это легкая пудра вуаль для завершения макияжа. Сегодня буду использовать палетку. Уже накрасила глаза, которую я сделала сама. В одном из недавних видео вы могли видеть. Это марка Addiction. Называется тоже японская косметика. Хорошие очень тени и румяна. Далее наношу водостойкий карандаш. Я использую обязательно. Каждый раз при макияже прокрашиваю межресничное пространство. В коричневом оттенке это японская марка Сукку. Карандаш очень стойкий, водостойкий. Можно использовать его для водной линии, прокрашивая между ресницами, а сверху для растушеванной стрелки. Давайте попробуем новый карандаш, который я купила, от Clé Dupont. Наношу и потом обратной стороной растушевываю специальным спонжем. Цвет достаточно светлый получается. Если вам не нравится такой светлый оттенок, то лучше приобрести, наверное, в черном цвете. А так, видите, растушевка получается очень мягкая, гладкая, ровная дымка. Удобной формы спонж сбоку можно повернуть его острым концом и таким образом растушевать. Водостойкие карандаши тоже можно растушевать, но вот такой вот дымки у меня не получается. Либо нужно делать очень быстро, в течение нескольких секунд, потому что они застывают потом. Нижняя века я подчеркиваю только в уголках внешних. Получился очень мягкий дымчатый макияж. Подкручиваю ресницы, 2-3 секунды зажимаю их и крашу тушью. Сегодня возьму тоже вот Clé Dupont, которую сейчас вам только что показывала в коричневом цвете. Удобная кисточка среднего размера, изогнутая. У меня ресницы очень плохие и мало какая тушь их украшает. Эта тушь делает их пушистыми, объем придает, не склеивает и держит завивку ресниц, даже в жаркую, влажную погоду, когда ее укладка на волосах не держится, но ресницы сохраняют свой изгиб. Румяна от Addiction в нежном розовом цвете с золотым сиянием. Общий оттенок получается коралловый, очень нежный, красиво смотрится на щеках, подсвечивает кожу, освежает. В конце макияжа я использую немного консилера с мягкой текстурой, которая специально предназначена для кожи в области глаз, только во внутренние уголки, во внешние, в светлом оттенке от марки Suco. И давайте попробуем вот этот вот бальзам для губ. Когда я нанесла на руку, посмотрите, практически его не видно. Я, честно говоря, немного разочаровалась и подумала, что его не будет видно на губах, что нужно было брать, наверное, еще ярче цвет. Но, наверное, ярче цвет тоже красиво бы смотрелся. Но когда на губы наносила, текстура очень приятная. И аромат очень легкий, еле уловимый, свежий. И этот бальзам меня впечатлил. Посмотрите, как красиво смотрятся губы. Напитанные, сочные, припухлые. И оттенок виден очень хорошо. Холодный, розовый. Очень удивилась, потому что сводч на руке, посмотрите, практически не видя на губах. Вот так вот она здорово украшает. В составе масла и растительные смеси увлажняют губы, питают. На этом все, друзья. Сегодня мы с вами посмотрели вот такие вот средства. Синактив уход, бальзам, делающий красивыми губы. Очень мне понравились и другие средства показала вам. А далее в этом видео мы с вами отправляемся в магазин. Вернее, это даже не совсем магазин, а едем с вами на закрытую продажу. Для вип-клиентов известных department store Daimaru Matsuzakaya Matsuzakaya. Первый раз мы туда с вами едем, посмотрим, что продается. Должны быть ювелирные изделия и модные бренды. Показываю вам свой образ дня. Сегодня со мной новая сумочка Chanel. Кроссовки тоже вот. Chanel надела черный жакет из Твида. Это японский бренд. Она и в этом году покупала. В общем, эта продажа проходит в пятизвездочном отеле, который называется Shangri-La от department store Daimaru и Matsuzakaya. Давайте смотреть ювелирные украшения от всемирно известных брендов. Это Fred. Можно выбрать любой ремешок на браслете. Есть также в комплекте кольца с таким же дизайном. Сейчас на мне надет браслет золотого цвета. А есть вот такие вот в форме скрученных жгутов. Они из золотых нитей. Показываю вам цены. Они указаны в японских иенах. В google можете перевести при желании. Первое кольцо было полностью с бриллиантами, а это половина. Их браслет очень красивый. Здесь полностью бриллианты. Также есть вариант как кольцо. Половина золота. Вот такой вот. Это розовое золото. Половина просто золота, половина бриллианты. Розовое золото мягкое, красиво смотрится к коже. А здесь консультант показывает украшение от японской известной марки, которая часто использует жемчуг. Называется Tosaki. У них всегда очень стильные необычные модели. Здесь используется жемчуг, который сточили половину черного жемчуга, половину от белого. Мелкие бриллианты по центру. А здесь в форме звезды. Необычное кольцо. Современное, эффектное. Мне нравится. Цена 819 японских иен. Это примерно 6000 долларов. В комплект продаются еще серги. Вот такие половинки от звезды. Это белое золото. Другие украшения от японского бренда Tosaki. С мелким жемчугом. Интересная коллекция. А это крест. Посмотрите, как интересно сделан. Двойной. С разноцветными сапфирами. Розовые, голубые, белые, оранжевые, желтые. Какой-то градиент создан. Очень красиво. Вот его цена. В японских иенах получается 5,5 примерно тысячи долларов. Цепочка в комплекте. Этот бренд называется Demiani. Красивое у них тоже есть украшение. И вот эти крестики разного цвета. Градиент из белого в голубой. Есть вариант полностью с бриллиантами, с белыми. Он более дорогой, конечно, по цене получается, чем сапфиры. Пишите в комментариях, что из украшений вам понравится больше всего. Я знаю, многие любят смотреть ювелирные украшения, тем более такие красивые, от всемирно известных брендов. Еще в этой марке продается интересное кольцо. Посмотрите, внутренняя часть его двигается. Мне это очень понравилось. Успокаивает нервы. Стоит такое кольцо 729 тысяч японских иен. Мелкие бриллианты по краям. Это розовое золото. Пишите в комментариях, что вы думаете, как вам такое колечко. Смотрится внешне. Оно, в принципе, достаточно просто. Но то, что крутится внутренняя часть, это мне очень понравилось. Подвеска и серьги. Есть такой комплект. Розовое золото, по-моему, желтое тоже и белое. Мы с вами еще не закончили с украшениями. Давайте посмотрим, какие еще люксовые товары здесь предлагаются. Усаке, вино, коньяк дорогие, виски японские. Японские виски, кстати, сейчас очень сложно купить в Японии, но в дьюти-фри они продаются. Очень популярные, говорят, перепродают их в несколько раз. Дорогие коньяки. Вот такой вот вид открывается из этого отеля Шангрилла. Это пятизвездочный отель и расположен он рядом с большой станцией. Токио. Это междугородний вокзал, метро. С этой станции отходят шинкансены. Многое можно видеть высоток. Картины тоже здесь продают художники японские. Давайте немного посмотрим. Вот такая картина. Золото с черным. Мне очень понравилось для интерьера и подошло бы мне в квартиру. Но, представляете, именно она была продана. Видите, внизу нет ценника. А вот такие вот варианты я не очень, честно говоря, понимаю. Современное искусство, очень яркое для определенного, конечно, интерьера. Красивые виды, европейские пейзажи. Здесь представлены только картины японских художников. Очень реалистично нарисована, как фотография. Ну что ж, друзья, вернемся опять к золоту и бриллиантам. Посмотрите, продаются слитки золота. Юбилейные варианты Дисней. А здесь редкие камни. Парайба турмалин. Очень дорогие, но такой красивый у них цвет. А здесь розовые бриллианты. Нежный, светлый розовый цвет. Готовые изделия. Можно тоже приобрести. Цены высокие, конечно. Изумруды в ювелирных изделиях. Тоже цены не низкие совсем, но зато они настоящие. Не как раньше в Советском Союзе. Наверняка знаете, да, что в основном все камни, которые были в Советском Союзе в ювелирных изделиях, это синтетически выращенные, никакой ценности не имеют. Друзья, мы с вами сейчас смотрим модную одежду. Сумочки. Вот такие сумки от Ботега Винета. Вы пустили новый вариант из Денима. Кошельки, брелки, миниатюрные сумочки, подушки, как я их называю. Вот такое вот мелкое плетение. Приятный розовый цвет и фирменный зеленый от Ботега. Совсем миниатюрные варианты сумок. А здесь, наоборот, большие шопперы. Приятный летний цвет. Светло-желтый. Мелкое плетение. Вот такая сумочка у меня есть в пордовом цвете. А здесь, видимо, представлены новые оттенки или классические. Белый, зеленый, синий. Пельмешек, как все называют этот клач. А здесь обувь. Давайте тоже посмотрим Ботега Винета. У меня нет обуви от них. Никогда даже не мерила. Пишите в комментариях, кто мерил. Удобная обувь в этом бренде или нет. Без каблука легкие летние, но легкие в плане температуры. А по весу они совсем не легкие оказались. Вот такие кроссовки с фирменной зеленой подошвой. У меня сегодня два кольца на одной руке надето. Это потому, что я сейчас мерила ювелирные украшения и забыла одно кольцо на другую руку надеть. Кстати, с ювелирными украшениями мы еще не закончили. Так что смотрите видео дальше. Посмотрим Валентина бренд, что представляет. Вот такая новая у них расцветка. Как вам? Пишите в комментариях. В черном и в красном цвете. Мне не очень такой цвет. Вот такие сумочки с большими шипами. Черные на черном. Кстати, оказалось, это мужская коллекция, но похожие есть и женские. Посмотрите, какой яркий розовый цвет фирменный от Валентины. Вот такая модель сумочки очень симпатичная, небольшая. В черном цвете и в ярко-розовом. Красивый, яркий, сочный цвет. Несколько моделей представлено. В нем босоножки. А, вот эта модель сумки, да, женская. Черная с черными шипами. Мне она понравилась. Помните, мы с вами как-то в бутике смотрели и были такие еще ботинки. Высокие, грубые, с шипами в зимней коллекции. Такую модель сумки можно носить в нескольких вариантах. Здесь прилагается еще одна ручка, цепочка. Можно носить и на плечо, и через плечо, и как клач. Эксклюзивные модели представлены со стразами. И классические варианты в обычной коже. Сейчас в Японии от Валентина, говорят, очень популярны вот эти кроссовки. Быстро распродаются и сложно найти размер. На высокой платформе красиво смотрится. Но у меня обуви много, кроссовок особенно, поэтому покупать не буду. Вот такая туника мне понравилась. Тоже как повседневный вариант. Из денима. Золотой логотип в форме буквы V. Белый свитшот. Стразы. Еще что-то из денима. А, это оказался комбинезон. Я думала, туника такая. Нет, это комбинезон с короткими шортами. Тоже очень симпатичный. Летний. У кого стройные ноги, отличный вариант. Плащик на весну. Джинсы. Классическая шелковая блузка. Здесь вот булочки. Что-то из твида. Платье. А эта блузка с бантиком напоминает костюм косплей. Ученица гимназии. Но выглядит очень мило. Черно-белого сочетания много. Мягкий кашемир. Бренд Lanvan. Очень изменился. Такие интересные модели. У них, посмотрите, кроссовки. Это мужские. С широкими, огромными шнурками. Разного цвета представлены. Красивая футболка. Но оказалось, что это мужская коллекция. А мне нравится. Я бы тоже такое надела. И консультант говорит, что женщины тоже носят. То есть, они, в принципе, как унисекс. Давайте посмотрим сумки. Необычные в Lanvan. Ручка в форме пантеры. Из металла она изготовлена. Фантазийная сумочка, конечно, не на каждый день. Выглядит необычно. Очень интересно. Скорее, вечерний вариант. С платьем. Разные цвета, форма, размер. Есть даже вот такая малышка, в которую поместятся только помады. Кредитная карточка и небольшая конфетка. Даже телефон сюда не поместится. Но выглядит очень мило. Такая симпатичная пантера. Вот такие вот сумочки. Квадратные, необычные. Можно использовать и в повседневной жизни. Много известных разных брендов. Это Этро. Платье. Мужской образ от Дольджи Габбана. Женский образ от Дольджи Габбана. Много сочетаний черного и белого в этом сезоне. Лора Пьяно. Удобная обувь. Много светлых, приятных оттенков. Бежевый, припыленный, розовый. Приглушенные цвета синего, красного. В отделе Фенди было много посетителей. Поэтому быстро посмотрим сумочки. И продолжим просмотр ювелирных изделий. Отдельная комната отведена бренду Бушерон. Французскому. Вот ремешки, кстати, для часов. Обычная кожа. Есть золотой, серебряный цвет. И кожа крокодилы. Ювелирные изделия. Посмотрите, как они. Интересно здесь по-простому, так сказать, представлены. Не как в бутике. Каждое изделие за стеклом. Подсвечено красивым светом. Уложено просто в больших кейсах. И выглядит как-то по-домашнему. Давайте посмотрим. Очень интересно, конечно, все сразу увидеть в сравнении. Все потрогать. Люблю это очень дорогие ювелирные украшения. И в бутике пришлось бы просить, показать каждое отдельно. А здесь все вместе. Посмотрите, можно рассмотреть. Стоимость очень высокая. Вот эта коллекция с перьями красивая. Вот эта коллекция называется Ван Дом. Ван Домская площадь в Париже, где расположен ювелирный дом Бушерон. Это вариант с голубым камнем. Вообще у них коллекция с бриллиантами. Сейчас мы с вами посмотрим. Стоит такой 2 миллиона 613 тысяч. Это почти 20 тысяч долларов. Браслет с бриллиантами. Тоже из коллекции Ван Дом. Изготовлен в форме Ван Домской площади. Редкая модель, очень дорогая. Стоит такой браслет 8 миллионов йен. Ну, то есть почти 60 тысяч долларов. Я вот поэтому и говорю, что в бутике один бы такой браслет стоял красиво подсвечен за стеклом. А здесь можно все потрогать, померить. Вот такая серия самая популярная в бренде Бушерон. Кольцо стоит, давайте посмотрим, 770 тысяч японских йен. Это уже с налогом 10% в Японии. Примерно это получается 5,5 тысяч долларов. Вот такое колечко поменьше размером. В голубом цвете. Вот эта коллекция тоже красивая. 687 тысяч. Это примерно 5 тысяч долларов. Вот такая у нас сегодня с вами экскурсия по дорогим украшениям. Серги тоже из этих же коллекций. Вы только посмотрите на эту красоту. Белое золото, бриллианты. Большие достаточно. Вернее, один большой и много мелких. Похоже на перья павлина. Цена, конечно, очень высокая. Здесь 6 миллионов 72 тысячи японских йен. Это 40, около 50 тысяч долларов. Вот эти серги очень миленькие. Мне понравилась форма. А здесь более крупные кольца. Настоящее произведение искусства. Давайте посмотрим. Какая милая птичка. Матовое золото. Блестящие бриллианты. Цена написана в японских йенах. Цены, кстати, если вам интересно, можете перевести в гугле. А так, в принципе, в интернете можно. Я думаю, найти цены во Франции, например, в Париже. На такие ювелирные изделия. Вот это колечко тоже очень миленькое. Мелкие бриллианты по кругу. Померяю еще разные варианты. Вы пишите в комментариях, что вам больше всего понравится. Вот еще кольцо из коллекции Ван Дом. Которое мне понравилось. В прошлый раз еще как-то мы с вами видели. Но побольше размера. Здесь используются бриллианты. И, по-моему, оникс. Можно видеть тонкую полосочку черного цвета. Красивая коллекция. Вот такое колечко золота. Очень милое. Мне много, что сегодня понравилось в Пушерон. У нас кольцо очень красивое. Красивые цветочные композиции для оформления интерьера. Японский бренд. Присутствовал сам дизайнер. Декоративные зеленые панно. Из настоящих цветов. Они высушены определенным способом. И хранятся очень долго. Много десятков лет. Не теряют свой внешний вид. Розы красные, оранжевые, фиолетовые. Цветочные композиции. И декоративные панно. Которые можно повесить на стену. Добавить красок, зелени в интерьер. Ну что ж, друзья. Сегодня никаких у меня покупок не было. Больше распаковывать ничего не будем. Надеюсь, вам понравилось. Такая люксовая продажа. Сходили вместе с вами. Посмотрели, как в музее. На этом я буду заканчивать видео. Пишите обязательно комментарии. И до встречи в новых видео.